Доброе утро, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова и мы продолжаем наше вещание. Ежегодно 27 марта по всему миру отмечается День театра. В свой профессиональный праздник поздравления принимают деятели искусства и сотрудники театров. Прежде чем мы поздравим наших артистов, я предлагаю узнать, какая погода ждет нас в эту пятницу. День театра. В Карачаево-Черкесской республике функционируют целых пять национальных театров. И сегодня у нас в гостях присутствуют артисты Ногайского государственного драматического театра Мухарби Суёнов и Шахмалек Казакова. Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте! Рады видеть вас сегодня у нас в студии. Хотелось бы начать наш сегодняшний разговор с того, чтобы поздравить всех артистов в вашем лице, артистов нашей республики многонациональной с профессиональным праздником, пожелать успехов и, наверное, ярких таких постановок, которые будут привлекать телезрителей, ой, зрителей простых и телезрителей в том числе. Да, ребята, для начала хотелось бы познакомить наших сегодняшних зрителей с вами. Вы молодые артисты, мы привыкли видеть немного старшее поколение. И вот сейчас, надо, наверное, сказать, что все национальные театры потихонечку, они вот обновляются, появляется какая-то молодая кровь. И вот сегодня вы у нас в гостях. Хотелось бы, наверное, начать с прекрасной дамы Шахмалек. У тебя такая громкая фамилия достаточно. Я думаю, что сразу понятно, что есть некое родство с Валерием Сиперовичем. Ну, давай расскажем, как так получилось, что ты пошла по стопам своего знаменитого деда и как выбрала профессию артиста? На самом деле это все было случайно и не случайно. Начнем с того, что я все-таки росла в такой творческой обстановке и всегда была окружена искусством, и это для меня не пустой звук. Но такой конкретной цели, чтобы быть актрисой, у меня изначально не было. Я училась в медицинской академии. Как-то случайно попала на репетиции одной постановки, которую ставили еще в 2016 году. Мне так сильно понравилась эта атмосфера, и я в какой-то момент поняла, что, наверное, я иду не по своему пути, и вот так вот пришла в эту профессию. И как давно, получается, ты являешься артистом Ногайского театра? Уже 8 лет. 8 лет? Вот на тебя посмотришь, никогда не подумаешься, ты уже 8 лет работаешь где-то. Ну, не знаю, как будто тебе лет 20. Просто на тот момент мне было 18-17 лет. Я очень в таком юном возрасте попала в нашу труппу, поэтому да, уже 8 лет. Скажи, пожалуйста, за 8 лет наверняка ты поучаствовала в десятках, наверняка, постановок, и сейчас участвуешь. Были ли роли, которые тебе особенно запомнились, и которые были очень близки для тебя? Знаете, моя самая любимая роль, наверное, на сегодняшний момент, это вот из спектакля, который мы ставили в 2019 году, ставил достаточно известный режиссер Ахмат Рашидович Байрамкулов. Он родом отсюда, но он сейчас живет в Петербурге и преподает там, в Петербургском театре одном. Мы ставили спектакль на тему депортации карачаевского народа, и как нагайцы их встречали, когда они возвращались на свою родину. Это была достаточно такая очень интересная, местами сложная драматическая роль. И поэтому, наверное, она мне очень сильно запомнилась. И так как эта пьеса была основана на реальных событиях, тоже, наверное, играла какую-то для меня ключевую роль в этом всем. Скажи, пожалуйста, вот ты все-таки, несмотря на то, что опыт уже восьмилетний, все-таки молодая, да, и сыграть такую серьезную, эта тема такая достаточно сложная, депортация, возвращение, это сложные эмоции, да, и все это отыграть. Как, что тебе помогло вжиться, скажем так, в роль? Ты общалась с представителями, может быть, старшего поколения, которые рассказывали тебе, как это было? Я общалась, конечно, и наш вот режиссер очень сильно помог мне вжиться в эту роль. У меня очень много друзей карачаевцев, да, и как бы общение с ними, наверное, тоже мне помогло, потому что для них это очень больная тема. Вот, очень много книг было прочитано, очень много каких-то монографий, документаций. Вот это вот все как-то нужно было в себя влить, чтобы ты очень органично это сыграла, и как-то, чтобы это смотрелось красиво. Но это мы сейчас сказали о роли, которая была, и ты запомнила ее. Да, да. Но у каждого артиста есть роль, о которой он мечтает. Вот какова твоя роль, кем ты себя видишь в идеале? Ой, знаете, хорошо, я вообще мечтаю когда-нибудь, может быть, сыграть в Сюмбике нашу Ногайскую царицу, которая была казанской царицей в Казани. Очень такая интересная историческая личность, которая была, и, не знаю, думаю, что когда-нибудь это случится. Так что имейте в виду. Если вдруг сейчас смотрит кто-то, кто планирует сделать такую постановку, знайте, что вот Шахмалек готова. Мухарбин, ну давай, наверное, перейдем к тебе. С нашими телезрителями ты знаком давно, тебя уже многие знают в нашей республике в лицо, и не только по театральным постановкам, да, ну и по ТВ в том числе. Но все-таки для тех, кто еще не знаком, давай расскажем о том, как ты пришел в театральную сферу. Я пришел работать в театр тоже в 17-м году. Мне было... Нет, в 16-м году мне было 17 лет. Я пришел работать в театр. Я понял, что я рожден для сцены еще, когда я учился в школе. Моя тетя работала в народном театре, она меня позвала сыграть в одной постановке, и я просто влюбился в сцену. Я понял, что это мое, прям загорелись у меня глаза. Первое мое выступление было в филармонии, она переживала, получится у меня или нет. Ну, у тебя получилось. У меня получилось, да. Она прям похвалила меня, и вот, и меня понесло. Но я проучился в Шахаре. И после того, как я закончил аграрно-технологический колледж, я пошел работать в театр. Вот надо же, медик и аграрий, да, вот, и оказались на сцене. Ну, я хочу вот сейчас такую реманчику сделать. Я не окончила медицинскую академию, я поступила затем на факультет журналистики, так что я в какой-то степени ваша коллега. Ага, так. Ну, а ты, Марви, получается? Я закончил учиться, пошел работать в театр. Мне вот прям вот светло стало на душе. Я еще сильнее захотел, и вот я погрузился полностью. Театр меня проводил в армию. Ты еще и в армию ослужил. Да, они вот меня проводили. Как верная спутница, да? Да, вот они меня дождались. Можно смело это заявить. Ждал театр. И вот я вот на протяжении всего вот этого времени, уже где-то лет 8 тоже, как в Шахмалек, уже работаю в театре. Ребят, ну, вообще, удивительно, что Ногайский театр притянул вот таких молодых артистов, потому что все равно, ни для кого не секрет, последние годы вообще, в принципе, повсеместно, особенно на селе в том числе, да, театральное искусство, оно приживает такие нелегкие времена. Но, тем не менее, вот что вам нравится в вашей профессии, почему вас так тянет на сцену, хотелось бы узнать. Мне, что нравится именно на сцене, я когда играю, и вот, например, вот мы спектакль отыграли, мы выходим на поклон, и я смотрю людям в глаза, я вижу вот эту вот насыщенность, восхищение. И вот меня именно вот это тянет, вот то, что людям понравилось, то, что они вот восхищаются, то, что вот им нравится, они отвлеклись от чего-то, да, там, или пусть это будет даже комедия или драма, вот им нравится, вот я вот люблю вот это вот. Люди меня заряжают. Энергия, да? Да, вот эта энергия необычная. И, кстати, насчет спектакля, который говорила Шахмалек, «Знамя бессмертного полка», я играл там ее племянника. «Моего племянника», да, да. Интересно. Представляете, да. Ага, понятно. Ну, а тебя что влечет в актерстве? Вообще, знаете, я считаю, что театр — это такое уникальное место, где рождаются именно живые эмоции, и это именно то место, где ты можешь ценить красоту текущего момента, потому что ты играешь здесь и сейчас, нет никаких вторых, первых дублей, и ты просто за какие-то, я не знаю, минуты должен переродиться в совершенно другого человека. И почему именно театр? Потому что я считаю, что театр — это колыбель многих искусств, потому что там и хореография, там и музыка, там и пластика, там практически все, там целая жизнь. И я считаю, что если ты последуешь какую-то высокую цель, то театр, наверное, сможет воспитать в тебе человека, который сможет культивировать через театр именно свои какие-то национальные ценности, духовные, культурные. Поэтому вот так вот. — Ну, хотелось бы отметить, что Ногайский театр вообще, в принципе, принимает такое активное участие в культурной жизни нашего региона. Вы постоянно выступаете на различных площадках, вот даже на форуме «Россия» были недавно, да, в Москве. Постоянно придумываете какие-то новые, я не знаю, формы театрального искусства. Знаю, что вы также ставите постановки не только на Ногайском языке, что обязательно, мне кажется, для каждого национального театра, но также и на русском языке, да. Хотелось бы узнать, чем сейчас вот живете, что показываете своему зрителю, может быть, что в перспективе планируете показать. — Ну, на сегодняшний момент у нас четыре продукта. Один спектакль драматический, это по повестям Валерия Сибирьевича Казакова «Девять капиталов». И у нас еще одна очень интересная комедия, ее ставил Магомед Атмурзаев, один достаточно тоже хороший, известный режиссер Балкарского театра. Это комедия, Киолик называется, «Сватовство». И еще две сказки. — Я, по-моему, была на этой постановке. — Да, это очень интересная комедия. — В филармонии, да, да. — Наш вот Мухарби там играет. И вот хотела бы сказать, что вот третья постановка, которая у нас сейчас есть, ее ставил вот наш Мухарби Суевна. — Попробовал себя в форме режиссера, да? — Да, акцентрировать на этом, да. — Может быть, ты расскажешь как раз про это, как ты. — Ну, а четвертое что сейчас поговорим? — Четвертое тоже такая детская сказка, ее ставил Хасан Якубович Виджив наш, про золотого цыпленка. Мы тоже делаем постановки для детей, потому что не только на такую зрелую аудиторию у нас рассчитаны спектакли. — Понятно. В общем, есть из чего выбрать и куда сегодня сходить, да? — Мухарби, ну вернемся к тебе. То есть, оказывается, ты не только актер театра, но еще и пробуешь себя в режиссерской, да, на режиссерской стезе. Ну расскажи, каково это было? Было сложно ли, чем отличается? Кричал ли на актеров «не верю»? Было ли такое? — Было сложно, да. Было сложно. Мы ставили, мы очень сильно трудились. Но почему была сложность? Потому что у меня в сказке всего играет, например, трое человек. Но мы также параллельно играли в спектакле «Девять капталов». То есть вся сложность была в том, что, да, вот нагрузка такая. Вот как бы у нас получается и сказка такая веселая такая, но параллельно у нас идет и серьезный спектакль, который он полностью драматичный. И получилось так, что песни вот я выбирал и все, писал сам практически получается, да. — Текст прям? — Ну текст именно песен. Я выбирал музыку и песни сам писал. — Это постановка на русском или на русском? — Да, на русском языке. — Давай вот немножко вообще о чем? Ну я поняла, что это вот веселая. — Сказка говорит, сказка, и там говорится о том, что собака не хочет быть собакой. Но при этом из-за того, что у нее там, так сказать, хоромы, да, грубо говоря, будка такая шикарная, петух, и кошка претендует на это место. Но приходит собака, и она все равно не хочет быть собакой. Они ей предлагают много таких ситуаций, кем она может быть. Но в итоге она остается собакой. То есть смысл в том, что все равно, если человек ищет себя, он все равно найдет себя, где бы он ни был. — Да, про принятие. — Принятие себя. — Ну ты вот как в детской сказке, да, можно действительно отразить мысль, которая, я думаю, актуальна для любого человека, даже взрослого. Ведь зачастую мы даже во взрослом возрасте ищем себя. Ну и как тебе вот этот опыт режиссерский? Видишь ли ты дальнейшее свое развитие в этой жизни? — Да, я думаю, я хочу еще дальше развиваться. Я буду развиваться, потому что и актерам быть хорошо, и режиссерам тоже быть хорошо. Я еще много чего, думаю, попробую в своей жизни именно касательно театральной деятельности. Вот. Ну, в принципе, вот так. Ребят, вот, ну, я думаю, что многие, кто сейчас смотрит, все равно задаются вопросом, вот такие молодые, красивые, талантливые, вот наверняка есть возможность уехать куда-то, да, там, может быть, в город побольше, в Москву, допустим, да, но вы, тем не менее, остаетесь здесь на данный момент, на родине, и вот как-то продвигаете театральное искусство в массы. Почему? Почему вы вот здесь сегодня на своей малой родине? — Я вот здесь ранее говорила о том, что я преследую такую некую высокую цель, мне хочется, чтобы побольше людей узнали о Нагайцах, о том, что мы есть, о нашей культуре, и именно вот это вот место самое подходящее для этого, потому что, как бы, здесь проживает мой народ. Насчет переезда в другой город, ну, я такую возможность тоже, наверное, не буду выпускать, но на сегодняшний день пока что мои цели вот здесь. Все-таки мы живем в век интернета и технологий, и, как бы, свое творчество можно продвигать через интернет, можно передвигаться, и в этом плане мы достаточно мобильные, да. А вот как вы оценили бы, скажем так, на данный момент заинтересованность вот аудитории в чем-то национальном, да? Все равно, опять-таки, век глобализации, мы больше там ориентируемся на то, что у нас какие-то некоторые границы стираются национальные, но, тем не менее, вы делаете постановки на ногайском языке. Проявляют ли интерес, приходят ли, может, детей приводят, и вообще, насколько это актуально сегодня, как вы считаете? Я думаю, что это очень актуально, потому что все-таки мы, хоть и проживаем здесь достаточно комфортно, все-таки многие народы ассимилируются, и влияние русского языка достаточно велико, и многие люди уже осознают о том, что язык теряется, и кто, как ногайский театр, может популяризировать любовь к родному языку через вот эти вот интересные постановки, и наша молодежь уже более осознанная на сегодняшний момент, даже такая, знаете, некая мода пошла на этнику. Всем очень интересно, что же это такое, потому что многие вещи утеряны, и какое-то вот самоосознание народное просыпается сейчас. Ну, соглашусь с тобой, потому что это даже в моде, допустим, проявляется в песнях, да, в музыкальных какие-то эти, и теперь вот уже из театра. В общем, мы все реанимируемся, да. В тренде, так сказать, да. Если говорить немножечко о коллегах ваших, все-таки День театра, вот наша республика уникальна тем, что у нас целых пять национальных театров, да, как-то взаимодействуете ли, встречаетесь, как-то обсуждаете, может, актуальные вопросы, проблемы. Сейчас вот, к сожалению, на данный момент нет единого, скажем так, пространства, как вот драмтеатр, да, где вот раньше все как бы собирались, сейчас немножко вот в разных местах. Вот как-то соприкасайтесь с коллегами, что-то общее есть? Знаете, раньше мы все были очень рядом друг с другом, мы практически каждый день друг с другом виделись, соприкасались, сейчас такой возможности нет, мы разбросаны по разным местам, у нас разные здания, поэтому такой возможности, чтобы очень близко контактировать, сейчас нет. Но я думаю, что это скоро как-то исправится, и мы снова будем вместе. Ну, пожалуй, наверное, главный вопрос для наших телезрителей, тех, кто вот сегодня увидел, послушал и захотел попасть на постановки, где можно увидеть эти постановки, да, куда пойти, куда податься и вообще, в принципе, да, когда можно это все увидеть? Вы можете посмотреть наши постановки в городе Черкесске, в филармонии, вы можете приехать в Ногайский район, в Аул Аркинхалк, сейчас мы базируемся там, а в скором времени мы планируем базироваться в поселке Аркиншахар, там у нас уже будет свое здание временное, вот, и как-то так вот. Ну, то есть при желании можно найти, да? При желании, конечно, можете связаться с нашими администраторами, в общем... Билеты можно приобрести на Яндекс.Афиша, кстати. Да, через Пушкинскую карту. Через Пушкинскую карту, либо просто купить по обычной карте. Угу, здорово. Там указаны все мероприятия, все вот события, которые у нас происходят. Я так понимаю, у всех театров, не только. Да, у всех. Да, у всех театров, там и указано место проведения. Ну, здорово. А скажите, пожалуйста, вот я просто человек как бы не из сферы, не знаю, когда начинается театральный сезон, он уже сейчас в разгаре или как? Да, он сейчас в разгаре, да? И закончится он примерно к лету? Примерно в июле закончится. А какие-то планы уже намечены, допустим, на следующий сезон? Или пока рано еще говорить? Может быть, что-то вот, какие-то идеи витают, что-то чувствуете, что-то назревает? Как такового четкого плана еще нет, но мы планируем, дай бог, поставить на основе нашего героического эпоса очень такую масштабную, красивую, думаю, постановку про Карайдар и Козелгуль. Это такая история любви, она, думаю, тоже будет актуальна, потому что всем нам нужно возвращаться к своим истокам. Ну и касательно гастролей, нет, наверное, ни одного театра, который не гастролирует. Вот за последнее время, может быть, куда съездили, что запомнилось? Или, может быть, планируете только вот в этом году какие-то поездки? Ну, мы планируем пока что гастролировать по нашей республике, и, может быть, поедем в Дагестан, там тоже живут нагайцы. Там мы показываем непосредственно спектакли на нагайском языке, здесь и на русском, и на нагайском. В принципе, мы сейчас очень много гастролируем, потому что у нас нет такой базы своего стационара, где мы могли бы часто показывать свои спектакли. Ну и, наверное, в завершении нашей беседы, потому что времени, к сожалению, все меньше, а у нас разговор очень интересный, хотелось бы немножечко заглянуть за кулисье, как происходит. Потому что зритель, он все равно видит картинку уже готовую, за ней скрываются, я не знаю, многочасовые репетиции, какие-то, может быть, слезы где-то, где-то принятие, как говорили. Вот как вы выстраиваете вот этот процесс подготовки? Насколько он интересен, важен, нужен, и какая атмосфера там царит, в принципе? Знаете, это, наверное, самое любимое дело, именно подготовка, потому что ты чувствуешь, что вот-вот рождается что-то новое, рождается какая-то новая жизнь, в которую ты входишь. И мы в этот момент друг с другом, наверное, видимся больше, чем со своей семьей. Да, вот что обсуждали, да, вот как раз-таки. Потому что мы с утра до 12 ночи даже можем репетировать, читать, мы проверяем костюмы, мы работаем с текстом, работаем с постановкой речи, там какие-то, может быть, танцы ставим. В общем, это настолько интересно, что ты в моменте просто забываешься. Это даже интереснее, чем, наверное, играть. Мама меня уже квартирантом называет. Зачем ты просто ночуешь, да? Ясно. В общем, это такой веселый, интересный, яркий процесс. Что ж, ребят, я хотела бы вам сказать спасибо за нашу сегодняшнюю встречу, за интересную такую беседу, разговор. Я желаю вам успехов, не только вам, а всем театралам нашей республики. Еще раз позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. Спасибо. И пожелать всего самого лучшего, чтобы наши звезды сияли ярче всех. Спасибо вам. Спасибо, Мадин. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и до новых встреч.